Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир. Я бы хотел поговорить о нашем существовании в этом мире и то, чем является мир, в котором мы сейчас с вами находимся. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь про то, почему мы живем в этом мире, о предназначении нашего существования, рождении в этом мире и смысле жизни. Я неоднократно за свою жизнь задумывался над вопросом, зачем же мы, я конкретно, я рожден, то есть какой смысл моей жизни в этом месте. И так же, как и все, наверное, пытался найти ответы на этот вопрос, в том числе и в интернете. Ну, большая часть поисков, конечно же, упиралась в интернет, открытый источник. Вот, и в свое время переслушал множество версий, теорий того, кто мы, зачем мы. Ну, и как бы в том числе вот эти библейские, религиозные учения нашего существования и вообще предназначения жизни на Земле. Не буду рассказывать, что это такое и вообще, в принципе, как бы каждый из нас уже знаком с какой-то из версий нашего существования. Но, как показывает практика, непонятно и уклончивые ответы вот эти не дают в полной мере нам понять, что же происходит с нами. Скажем, к примеру, вот, что происходит, когда мы спим. Ну, да, мы видим сны, а что дальше? Что это такое сон? Откуда берутся эти сны? Ученые нам рассказывают о том, что сон – это фантазия или выдумка нашего головного мозга. Вот, но с этим трудно согласиться, как минимум мне, ну, не знаю, может, и кому-то еще, но такой ответ меня не удовлетворил. И я старался отыскать более емкий ответ, который бы дал мне вот это чувство удовлетворения от полученного ответа. Вот, и совсем недавно я прослушивал какое-то видео просто из социальных сетей, и почему-то оно мне на, как бы так сказать, слушая это видео, совсем не связано с смыслом жизни и вообще с религиозным. Там, конечно, была религиозная тематика, но основной посыл этого видео был совсем другой. Но я почему-то начал думать, в каком же мы оказались в мире. И почему-то мне пришло в голову, что наш мир – это не что иное, как ад. Почему ад? Потому что, если логически рассуждать, то все мы когда-либо, кто-либо, ну, наверное, всякий молился или пытался привлечь внимание какого-то высшее я, существо, там, ну, не знаю, бог, там, не бог. Каждый по-своему это вправе представлять. Вот, и, ну, скажем так, молились богу или кому-то еще, там, богам. И, ну, мы же понимаем, что если кто-то создает что-то, в данном случае бог создал, ну, как пишут, там, говорят, религиозники человечества, человека, то он должен как-то присматривать, я не знаю, следить или хотя бы интересоваться, чем же занято в данный момент или потом, когда-то, когда у него появится время, ну, что же происходит с моим творением. Вот, и мы не наблюдаем никакого вмешательства божественного или какого-то иного. Нет, да, ну, бывают случаи, когда что-то необъяснимым способом как-то происходит. Ну, там, чудеса нам говорят об этом в таких случаях. Произошло чудо, что-то там случилось. Вот. Так вот, о чем я? Мы живем в аду, потому что, если бы мы, ну, вот, представим наш мир, как мы его привыкли представить, над нами где-то там небес, небесный мир, то есть рай, и под нами где-то там, в недрах, это в темноте, во тьме, это А. То есть, и мы где-то посрединники, живем между небом и землей, ну, вот как-то вот так. И логично бы предположить, что вот, если бы мы были в таком месте, то и бог, там, и я, ну, как-то могли воздействовать на такое промежуточное место, да. Вот, но, как показывает практика, в основном в нашем мире творятся какие-то непотребства негативного характера. Да, бывает что-то и счастливое, там, веселое, радостное, но это такое незначительно и меркнущее по сравнению с негативом. Не то, чтобы я просто пессимист и все это вижу в темных тонах, но все же, все же что-то в этом мире не так. Вот пример. Нам говорят, что грех – это плохо, грешить нельзя, потому что, если мы согрешили, то, перевесив количество грехов к каким-нибудь благостным деяниям, то мы попадаем в вам. Особенно какие-то убийства жесткие, грехи считаются, вот. И такое ощущение, как будто бы вокруг нас нет ничего позитивного. То есть, если бы бог каким-то образом к нам снисходил, то он бы что-то бы и наладил. Но тут, как бы, зона действия антихриста, как говорят, если бы сказали, ревезники, я бы сказал, просто там, зимиурки или некто иной, там, сатана. Вот. И мы просто, скорее всего, не понимаем, что мы находимся в аду, так как все слышали про грех, но никто не знает конкретно, за какие такие грехи он заключен в этом аду. Потому что с детства мы лишены памяти в прошлых жизнях. Как таковое, конечно, возможно, и не ярко проявляется, но все же мы каким-то подсознанием понимаем, что мы здесь не просто так. Иначе откуда возникают вопросы, которые не дают нам покоя? И, кстати говоря, вот, говорят же, самоубийцы это плохие люди, которых там еще не отпевают, там, ну, что-то такое, они попадают куда-то в очень плохие места, в ад или куда-то еще. Возможно, возможно, не знаю я, как это на самом деле, но если смотреть с точки зрения тюремщиков, то есть вот нас всех поместили в ад, в этом мире мы варимся в собственном соку. И, да, действительно, с такой точки зрения, если посудить, то те, кто уходит раньше срока положенного им отбытия в этом мире, то они, соответственно, плохие, потому что они были осуждены и не отсидели свой срок. Поэтому так и можно сказать, да, грешников не надо там отпевать, ну, в общем, вы знаете, да, сами. Это, как минимум, очень веский аргумент в ту пользу, что мы живем в аду. Иначе, я не знаю, как объяснить эту тенденцию того, что много людей пытаются выйти, ну, уйти из жизни, выйти из этого мира путем самоубийства. То есть все надоело, там, стресс, проблемы, какие-то тяжелый вот этот вес жизни в этом мире нам не дает, ну, даже вот проблески надежды, они меркнут по сравнению с тяжестью надавивших преград, препятствий этого мира. И вот какие-то люди, ну, их, конечно, не так много, но вот если брать в... все равно, сколько там, в год может быть самоубийство. Вот я знаю, что в Японии есть даже целый лес, куда приходят люди там совершить самоубийство или что-то такое. Ну, я сейчас вам точно не смогу сказать, но есть такое место. И что еще, вот почему мы находимся в аду? Вот у меня еще есть, может, и не очень ветское основание, но сами посудите, как бы мы себя вели в нормальном мире, то есть, ну, благостном, как нам описывают библии, там, созидай, там, твори, живи. Но нам не дают буквально жить нормально, в радость. То есть, ты родился, вот, отрочество, юность, вот это все проходит, и все, иди там, как сказать, в свободное падение. То есть, работа, без работы сейчас никто не выживет. Ну, опять-таки, все это связано на деньгах. То есть, тут такая система, что из нее просто, просто не выйти, сделано таким образом все это, что существование вне системы, оно практически нереально. То есть, каким-то образом ты все равно с этой системой сталкиваешься. Да, наверняка есть какие-то исключения, но их так мало. Я вот, ну, недавно слышал про человека, у которого нет паспорта, и там, без никаких документов, низких, ну, что-то, по-моему, свидетельство о рождении есть у него, а так он практически никак не связан с системой. Ну, все равно, это такие единичные случаи, которые, ну, просто тонут в этом море без безнравственности вот этого людского дерьма. Ну, как бы это жестко не звучало, но, тем не менее, вот как вы себе представляете жизнь в этом мире, вот, когда все позволено, ну, там, кто-то может мне сразу же возразить, если бы не было правил, то все бы делали, что хотели бы, или бы, там, ну, не знаю, убийство, большое количество смертей. Ну, ребята, оглянитесь, у нас вокруг столько убийц, и, как бы, я, по-моему, ну, не знаю, что может быть хуже, и бывает ли вообще хуже. Вы оглянитесь, война, там, всякие разбои, нападения, ну, все, что угодно в этом мире есть абсолютно, абсолютно точно, что с этим миром что-то не так. И мне бы хотелось все-таки разобраться, что же именно, но пока что я, можно сказать, в начале пути, но, как минимум, туман вот вокруг меня, он понемногу рассеивается и что-то просматривается. Возможно, это, да, ветка какого-то ошибочного мнения, которое приведет в тупик, но, а что делать, что делать, как жить в этом мире, то есть, я не могу просто так построить дом, там, срубить себе участок леса, чтобы собрать, ну, банально, бревенчатую избушку, в котором я бы мог сам жить. То есть, взял инструмент, иди в лес, наколол дрова, там, нарубил, там, сделал сруб, вот жилье тебе. Нет, тут система такая, что плати налоги, нельзя трогать лес, он охраняемый, он общий, и в то же время, если он общий, то, типа, только с разрешения одного какого-то государства, ну, или нескольких. В общем, государство – это такое управленческая территориальная организация, направленная на контролирование деятельности людей. Ну, наверное, наверное, это может показаться странным со стороны, но вот так я это вижу. То есть, построить дом на какой-то выбранной земле нельзя. Купи участок, получи разрешение, заполни документы, заплати. Откуда взять деньги? Работай. Устроиться на работу, плати налоги с работы, там, ну, окей, хорошо. Проезд, бесплатная медицина. Ну, бесплатная она, условно, бесплатная. Платная она есть и всегда, наверное, была. То есть, за что-то можно получить выгоду, но у нас все так сильно завязано на деньгах. То есть, вот вы можете представить себе, вам нужно, вот о чем мечтают сейчас живущие люди. То есть, у кого нет автомобиля, мечтают об автомобиле, у кого нет дома, мечтают о хорошем жилье. Вот, допустим, приходишь, ну, как сказать, нет, человек мечтает о машине, и вот к нему, допустим, приходят дьяволы. Он говорит, я могу осуществить твою мечту. Ты хочешь машину? Да. Давай, я даю тебе машину, а ты взамен даешь мне 20, ну, ладно, 15 лет своей жизни. Представьте себе, ну, я вам сейчас объясню, почему так происходит. То есть, вот, смотрите, вы устроились на работу, вы работаете, работаете себе и работаете, и получаете какую-то денежку. А время идет, вы тратите сколько? В день, восьмичасовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя, это, ну, 40 часов в неделю, а там месяц. У вас отпуск один год, ой, один месяц в году, по две недели, ну, условно месяц. Плюс-минус, там, праздники, все проще. Но, если все это сложить и суммировать, то есть, сколько вы получаете за день работы, вычтите из вашей зарплаты, условно, допустим, вот, восьмичасовой рабочий день. За восемь часов вы в день делаете примерно, ну, допустим, полторы тысячи рублей. Хорошо, так, сейчас берем калькулятор и считаем. Так, полторы тысячи рублей умножаем на пять дней, семь тысяч пятьсот рублей. Ну, возьмем такую, из глубинки где-нибудь среднюю, ну, я не знаю, у каждого по-разному, но тем не менее. Вот, сорок часов в вашей жизни меняете на семь с половиной тысяч рублей. А что такое семь с половиной тысяч рублей и сорок часов в вашей жизни? Ну, это почти два дня. Ой, вру, какое два дня? Ну, почти, да. С учетом того, что человек, как минимум, должен спать, ну, шесть часов, может, что-то меньше спит в день. Двадцать четыре минус шесть. Вот, восемнадцать часов у вас бодрствования. И вы читаете из восемнадцати часов еще восемь часов. Ну, вот у вас десять часов жизни на день. И вы, вот как-то получается, ваша жизнь меняется на часть вашей жизни, условно, сколько нужно накопить на средний автомобиль. Ну, допустим, вот, я не знаю, не буду считать, условно, где-то три года вашей жизни уходит на оплату вашего автомобиля. Вы готовы, вот, из вашей жизни вычесть три года или четыре года, у кого там миллионные машин автомобилей, ну, побольше. А вот квартиры, ипотека на 15 лет, вот вы представляете, сколько денег, сколько денег меняется на вашу жизнь. Это же неравноценный обмен. Вы понимаете меня? Нельзя просто так прийти и получить денег. Надо отдать свое время. Ладно, если вас устраивает ваша работа, вы наслаждаетесь ею, но зачастую люди приходят на работу ради денег. Только ради денег, потому что у них есть свои цели, какие-то планы, которые можно осуществить непосредственно только через деньги. Договориться с кем-то просто так получить, ну, это нереально, практически нереально. Может быть, кто-то кому-то просто так что-то задаром и сделает. Ну, наверное, это не наше время, но вообще, эта система, она так устроена. Вы меняете блага цивилизации на вашу жизнь, часть вашей жизни. Поэтому, поэтому я считаю, что это очень похоже на ад. То есть, просто так находиться в аду и не отрабатывать свои грехи, это нереально. И тебя заставляют, заставляют силой. То есть, первое время, вот, до 18 лет ты примерно определяешься, что, как приметно здесь работает, каким образом здесь что-то можно получить. Школа, обучение. Потому что дети, они, как правило, привыкли, о, мне понравилось, я беру, и если у него это отнять, он будет топать и кричать, он не захочет это отдать. Но этот мир так устроен, что он просто так отнимает, и человек не понимает, что происходит. Вот о чем я думаю. Долгое-долгое время, ну, сколько лет уже, я не могу понять, зачем, зачем мы здесь живем. Созидать, жить ради жизни. Что еще? Любить, любить всех безвозмездно, раздавать радость направо-налево. А что, ну вот, в любой сосуд когда-то опустошится. И что в нем? Ну, все, человек умирает. Нужно каким-то образом найти, говорят, золотую середину, золотое сечение. А где они? Ну, я не знаю, есть ли у нас в этом мире безгрешные люди, которые, ну, у нас, у нас сколько грехов? 7, 9, 12, вообще сколько их? Зависть считается грехом. Ты вот возжевал автомобиль, смотря на чужую машину. Все, грех. Грешник, грешник, а еще каких? Ой, я не говорю уже про какие-то более жесткие грехи. Грехопадение. И вот мы упали на самое дно в этот мир под названием ад. Может, как-то по-другому кто? Каждый называет как хочет. Но, тем не менее, как говорят, лучший раб тот, который думает, что он не раб. Как бы мы ни думали, если мы находимся именно в аду, как бы мы ни хотели этого, но это не исключает того, что мы находимся в аду. И, по-моему, здесь все условия созданы, чтобы человек мог страдать, отдавать свой долг, который он каким-то образом там задолжал. Где-то, когда-то, кому-то, почему-то. Но мы, я, ну, кто-то помнит, говорят, что да, я был в свою прошлую жизнь, я был кем-то там. Но, честно говоря, я думаю, что это те люди, которые уже не первый срок находятся в этом аду. То есть, одну жизнь отжил, не отработал свой долг. И давай повторно еще сюда. И вот он немного помнит, как он первый срок жизни, второй, третий, и там сколько может колесо сансара крутиться, вертеться. А я думаю, ответ прост. Нужно всего лишь вспомнить, что ты натворил где-то там, и, собственно, за что и был сослан ван. Отработал? Хорошо. Отслужишь, там, не знаю, как отслужишь. Проживешь свою жизнь, и все. На все четыре стороны можешь выйти. Если тебя отпустят, конечно, потому что, живя в этом мире, ты можешь столько грехов дополнительных на свои плечи возложить незнанием, во-первых. Ну, конечно, нам никто не будет говорить, что, как и почему. Потому что выгодно кому-то доить этих коров. Нас, то бишь. Тем более, если мы как батарейки, то почему бы и нет бесконечная энергия. Главное, чтобы никто не узнал правды. Потому что, если кто-то узнает, его сразу же уберут, очистят. А если что-то даже проговорился, назовут идиотом, запрут в психушку, и все. Бывай, как знали. Ему никто и не поверит. Потому что в наше время СМИ говорят обо всем, обо всем, обо всем. И непонятно, где правда, где ложь. Все настолько смешалось, что все это уже давно ложь. Даже если там есть немного правды, но она искажена. Тут не понять истин. Вот что такое этот мир. Вот и живем, живу я и думаю, зачем, что и почему. И как от этого избавиться? От самого себя избавиться? От этого мира? Кто от кого избавляется? Да, я ничего не смогу здесь исправить. Тут мне просто не позволят что-то изменить. Потому что кто я? Блоха. Просто раздавят, выкинут. И еще на срок сверху еще положат сюда со стертой памятью, чтобы еще в каком-нибудь другом теле, может быть даже животным или присмыкающимся, камень даже. Ну, в общем, тленная тлен. Но я думаю, и лучик у света здесь есть место. Потому что надежда, она какая-то такая, еле уловимая, но чувствуется, чувствуется, что выход есть всегда. Ведь как-то мы сюда попали, значит и выйти отсюда можно. Так что не отчаивайтесь, дорогие мои друзья. И всего доброго. Продолжение следует...